В этом году организаторы военно-спортивной игры «Лесная стража» приготовили для участников 7 контрольных пунктов. Правда, прежде чем перейти к испытаниям, школьникам, представителям поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, предстояло пройти непростую предстартовую проверку. Наличие дождевиков. Покажите мне три дождевика, будет достаточно. Скажите, не дождевик. Ну это анорак. Но он не дождевик, он промокает. Нужна быть ткань либо мембранная, либо прорезиненная. За рассеянность участники военно-спортивного состязания наказывались штрафными баллами. Подготовка к играм требовалась минимальная. Это походное снаряжение на один день. Там аптечка, дождевики, средства выживания, типа спички и ножа. А сами навыки – это минимальная первая медицинская помощь и ориентирование на местности, чтобы они не злободились. Стар Дан. Команды разошлись по контрольным пунктам. Многие начали со стрельбы. Пять пристрелочных и столько же зачетных выстрелов не у всех получалось сделать метко. Но и потенциальные снайперы среди игроков попадались. Кстати, для них здесь работал отдельный КП. Унтерштурмфюрер Штольц из укрытия показывался всего на две секунды. За это время стрелок должен был поразить цель. Но акцент в этом году организаторы лесной стражи сделали не на стрельбе, а на ориентировании. Это компас. С помощью него определяют азимут. Азимут – это расстояние от севера до определенной точки. Допустим, это может быть тропинка, дерево, какая-то речка. Команда успешно справляется с испытанием? Да. На этом КП работает судья. Значит, найти его легко. Поэтому задачу решили усложнить. На двух контрольных пунктах нет людей, зато спрятан фигурный дырокол. Отыскать его нужно было с помощью карты. Если команда дружная, уверены организаторы, им все по плечу. Согласованность внутри команды самое главное. Скорость, ну, не знаю, скорее всего, только слаженность и четкость выполнения действий. То есть, чем они четче и ловче отработают на контрольных пунктах, тем лучше. Менее двух часов потратило большинство команд на преодоление лесного маршрута. Победителям вручили почетные грамоты и ценные подарки. Прошедшая игра стала заключительной в этом осеннем сезоне. Следующая встреча любителей истории и активного отдыха должна состояться зимой. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Отенцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова